Мисс Россия Мисс Европа-2002 Светлана Королева Титулованная королева честно отработала свою корону После победы в конкурсе Мисс Россия и Мисс Европа Жизнь Светланы была расписана по минутам Она ездила по всему миру в качестве посла доброй воли Участвовала в благотворительных акциях и промо-мероприятиях в течение трех лет А потом вчерашняя королева красоты осталась в буквальном смысле на улице Без работы, без жилья и без денег Светлана уже была готова бросить все и уехать к родителям в родную Карелию Но звонок случайному знакомому вновь изменил ее жизнь Она устроилась на должность пиар-специалиста в крупную компанию А потом встретила мужчину, которого полюбила Родила ему двоих детей Открыла собственный бизнес После декретного отпуска начала карьеру телеведущей Сейчас мечтает запустить собственное интернет-телевидение Здравствуйте, Света Здравствуйте Вы собираетесь открывать интернет-телевидение? Да, есть такой план Бизнес-план уже есть? Есть, есть уже и бизнес-план, и есть, в принципе, просто огромное желание даже это сделать И какой направленности будет канал? Канал обо всем О женщинах, о детях Социальный, я бы так сказала Социальный канал Ваши интересы в телевидении совпадают вот с этим контентом? Да, абсолютно На сто процентов Давайте вернемся к началу вашей карьеры Расскажите, как вы пришли к конкурсам красоты? Мне было 12 лет, и я увидела первый конкурс красоты Мне очень понравилось После этого я рисовала много рисунков с ленточками на девочках Мисс, в коронах И почему-то я подумала, что я могу участвовать в этом конкурсе Хотя каких-то предпосылок или уверенности в себе такой не было на сто процентов И после этого мне исполнилось 18 лет И объявили кастинг на первый конкурс Мисс Петрозаводск И я туда попала Вы из Петрозаводска, из Карелии? Да И что же, чем закончился конкурс для вас? Я там не победила Победила другая девушка Очень хорошо с ней сейчас общаемся, очень дружим Но это была не победа Это было второе место только Всего лишь первый вице-мисс И участвовала в конкурсе Мисс Карелия Там тоже была первый вице-мисс, не победила А как же так-то? И уже бросила свои планы Решила, что, наверное, быть мне начальницей ЖЭО Я тогда училась Я училась тогда в техникуме городского хозяйства И моя цель была, ну так скажем, на таком тестовом экзамене я написала, что я буду директором ЖЭО Ну мне почему-то хотелось всегда высоких должностей, каких-то высоких высот Ну и вот было так Изучала водоснабжение и водоотведение тогда в свое время Что на самом деле стоит за конкурсом красоты? Ожидание, ожидание чуда и фортуны Потому что конкурс красоты – это шанс один на миллион У нас очень много красивых женщин в стране И, конечно, участие в конкурсе не предполагает, в принципе, победу Потому что красивых очень много Ну, для меня так это было Потому что попасть на сам конкурс Мисс Россия было трудно Если я не побеждала на городских конкурсах по старым правилам И в итоге меня выбрали, позвали на Мисс Россия И я, конечно же, поехала За этим стояли деньги То есть нужно было платить за участие по тем временам Это была сумма тысячи долларов Но она казалась огромной А как вы попали на Европу? После того, как вы победили и стали Мисс Россией Вы поехали на Европейский пенсус Да, на Мисс Европу И после, конечно, серьезной подготовки Мисс Россия – это проблема А что такое подготовка? Я понимаю, спортсмены готовят Покачают мускулы, бегают дистанцию На самом деле тренируют все И рассказывают обо всем Как общаться с людьми С высокопоставленными людьми Как себя вести Как вести себя в форс-мажорных ситуациях Как вести себя в ресторане Как принимать бокал с шампанским Один пример приведу Например, рассказывали нам Когда готовили Допустим, вам предложили бокал шампанского Что вы будете делать? Ну, конечно же, я его возьму И сделаю глоток Хорошо, что дальше? Если вам нужно куда-то освободиться Или дать интервью Что вы будете делать дальше? Ну, конечно же, я его поставлю на стол А потом? Ну, потом я возьму его обратно Нет, говорили нам Ты уже не имеешь права взять этот бокал Только следующий, только новый Ну, это было предупреждение к тому Чтобы ничего не посыпали Да, не отравили Ну, и вот Вот это мы учили, конечно Это была такая серьезная школа Я бы даже назвала такой А-ля Нас готовили как разведчицы просто Но, конечно, мы ничего не разведывали Но школа была вот именно такая Никуда не влезть Никуда не залезть Ничего не сказать лишнего нигде Это касается даже политики, кстати То есть нас учили Что мы можем говорить А что мы не можем говорить Вы же красавица Зачем еще чего-то там выбирать? Зачем вот так вот себя выхолощивать Так себя какую-то победу получать Соревноваться Если вы еще внутри себя королева Зачем вам какие-то вот эти вот подтверждения этому? Прошло уже 10 лет Сейчас я понимаю, почему девочки идут на конкурс красоты С высоты своего опыта Я понимаю, что это может быть недолюбленность Это может быть желание быть лучшей И показать, что я есть Смотрите, я есть Я есть на свете Может быть, ну вот это какие-то психологические моменты Почему мы идем в конкурсы красоты Но это уже должны отвечать психологи, наверное А так, я считаю, что корона никогда не помешает Нет, конечно, я понимаю Вообще в России, по-моему, счастливая судьба У красавиц таких титулованных, я имею в виду Красавиц у единиц Потому что за каждой стоял какой-то криминал И судьбы их страшны Они выпрыгивали из окон Манхэтта, не понимаете Обливали кислотой Их расстреливали вместе с их же покровителями Если брать историю, то все-таки красота всегда приводила именно к таким результатам Всегда из-за красоты происходили, из-за красивых женщин происходили какие-то моменты И убийства, и трагические моменты жизни именно самих красавиц Не зря даже самых красивых женщин деревни приносили в жертву В реку, в озеро, я знаю такие исторические моменты Чтобы не смущали они никого Да, чтобы подарить богам красоту Ну зачем она бегать будет по деревне и рожать детей Можно подарить в реку, в реке утопить Вам не страшно было, когда вы шли на все эти конкурсы? Вы же знали об этих случаях? Было страшно моим родителям Родителям Мама, которая меня предупреждала о том, что недавняя история тогда, по тем временам Мисс Сочи, которую облили кислотой И она мне сказала Света, ты пойдешь на эти конкурсы только через мой труп На что я сказала Мама, ложись Я все равно туда пойду Мне хотелось попробовать Это просто не остановить ребенка, когда ему это нравится Мне это очень нравилось Нравилось, мне почему-то это тянуло Но меня тянуло почему? Мне казалось, что мне подарят обучение в университете Где-нибудь в Москве Я смогу уехать и учиться Учиться, работать Как шанс на будущее Да, шанс на будущее Какая-то бы дверца для меня открылась в будущее Вот и, наверное, в конкурсы красоты еще благодаря этому идут Потому что сейчас, например, конкурс красоты Мисс России Ну, девушке предлагается все Девушка и учится в любом вузе, который она выбирает И ей дарит финансовая поддержка самой Мисс России Ее одевают, ее обувают Ну, делается все для девушки И даже предоставляется жилье, водитель В общем, все ее моменты жизни закрываются Именно конкурсы Это большой шанс Да, огромный Что было после конкурса? Я еще работала в Мисс России, наверное, года три Три года, да? Да, и также в Мисс Европа Я... у меня были контракты международные Я рекламировала ювелирную компанию из Ливана для мусульман Мне это очень нравилось и приносило неплохие деньги И я как-то этим пользовалась Но в итоге мне пришлось уходить из Бесс России Я была не очень согласна с определенными такими движениями, так скажем И направлениями в мою сторону И мне пришлось уйти Я ушла, конечно же, в никуда То есть мне... я помню тот день, когда я ночевала на вокзале Я это помню, потому что я... Вы ночевали на вокзале? Да, это была известность Это было... я понимала, что меня знают все И ко мне подходят люди и спрашивают Светлана, как вы... это был Ленинградский вокзал Как вы, как ваша жизнь? А я сидела и делала вид, что я жду поезд всю ночь Но в итоге для меня это был момент подумать, что мне делать дальше Потому что я ухожу и принимаю конкретное решение все-таки не возвращаться И приняла решение И собралась, позвонила по одному телефону, где мне могли помочь И просто со слезами сказала Помогите, пожалуйста, я буду мыть пол, все что угодно Научите меня, пожалуйста, всему Я буду работать как угодно Я буду делать что угодно Главное всему научиться Получить какие-то знания и какую-то работу, чтобы я могла жить Мне, конечно, помогли И я начала работать А куда же делись эти деньги заработанные? Мне ничего не отдали На самом деле я ничего не получила И я даже по факту не знаю вообще, были ли эти деньги Поэтому я эту сторону оставила для себя Как, окей, у меня будет все в будущем еще хорошо Поэтому эта тема для меня как-то вот неясна и закрыта Вот такая красивая женщина, как вы Ну, как тут удержаться от соблазнов? Единицы выплывают и выдерживают в таком натиске В таком, таком прямо вот, знаете, таком захвате Не дают девушке пройти, понимаете? И это было Было очень много поклонников, которые предлагали все и сразу Сразу же золотые горы Но почему-то я вот выбирала такой путь, как встретить свою любовь Родить детей и сделать это Пусть это будет не быстро и пусть не сразу все сладко Но ждала своего принца Не было приоритета, что мужчина должен быть состоятельным Что должен быть прежде всего властным Каким-то очень весомым в обществе, таким важным Ну, так скажу, конечно, не дворник Конечно, все равно требования были Вы про Жека говорили в самом начале Ну да, все равно, конечно, ну по меньшей мере начальник Жека Хотя бы Нет, на самом деле, если брать, да, так, например, говорить как план Был просто встретить человека с образованием перспективного И который сам стремится к чему-то духовному И в то же время, чтобы... Ну, все как-то... Когда есть духовное, тогда все и складывается Ну и такое произошло? Да Расскажите Я встретила своего мужа Мужа 4 года в браке Встретила его абсолютно случайно в ресторане Я помню, тогда стартовала моя программа Я вела на одном из каналов свою программу И как раз только развесили билборды о рекламе И я собиралась ехать это все снимать Я была так счастлива, довольна И мы с подругой праздновали это И вот мы встретили молодого человека Который мне показалось, что сначала проявил такое внимание к моей подруге И я как-то сразу так, особо без настроения Посмотрела на него Ну, симпатичный парень, хорош И все И потом он нас пригласил в кино Что меня очень удивило И, разумеется, я сказала Да, мы пойдем в кино А почему именно в кино? Обычно телефон просят Ну, как-то в Москве так приятно В регионах действительно зовут в кино Сразу как-то все происходит И было первое свидание Потом второе Потом третье И потом уже как-то И кто же ваш избранник? Хороший мужчина Настоящий мужчина Я бы так сказала Он доцент И очень умный Образованный Очень интересный Учился в Америке В Англии Ну, очень-очень интересный мужчина На самом деле Я знаю, что вы мама У вас двое детей Да Уже двое детей Когда я познакомилась с мужем И понимала, что Это человек, от которого я хочу детей С которым я хочу всю жизнь пройти вместе Плечо к плечу Я тогда вела программу свою Как раз все было в разгаре Вся карьера Все впереди Работа Деньги Все здорово Замечательно Но в какой-то момент Я просто подумала И решила, что нет Я оставляю все Все, что есть И ухожу И занимаюсь своей семьей А потом, когда Выстрою свою семью И как-то поставлю всех на ноги Более-менее своих детей Буду возвращаться обратно Ну, что, собственно, я делаю сейчас Скажите Ваш муж как относится к тому Что вы сейчас уже становитесь Что называется бизнес-леди Уже у вас есть планы На собственное там Своего дела К тому, что вы такая Писаная красавица Ну, как вот он переживает Как он вас вообще На улицу отпускает На самом деле Он очень мудрый И первое время Была ревность Ну, как-то Может быть А может быть и я мудрая, кстати Ну, мы как-то решали Эти вопросы Мы очень долго разговаривали И долго Были процессы непонимания Конечно Сказки тут такой огромной нет Были и крики Были И эмоциональные разговоры Было разное Но в итоге он понял Что Лучше он Даст мне Попробовать То, что я хочу И сделать то, что я хочу Потому что Если не сейчас То в 80 лет Может быть Будет уже неинтересно И не столько сил Поэтому пусть лучше Уже жена сделает сейчас И будет спокойной Будет гармония с детьми С ним Потому что Когда я в каких-то делах В каком-то В сумасшедшем графике Я, конечно Освобождаю время Для семьи Я приезжаю домой Совсем с другим настроением Ваши детки Кто? Мальчик, девочка? Кто? Девочка 4 года И мальчик 2 года Девочка Хотели бы, чтобы ваша дочь Участвовала В конкурсе красоты? Она, конечно, очень красивая Это моя копия Только улучшенная копия Я на нее смотрю И все, кто видит Конечно, говорят Что сумасшедшая Красивая девочка Она еще лучше, чем ты Так Конечно, да Это здорово Не знаю Образование Изначальное образование Она получит образование Дальше выбирать будет сама Выберет карьеру актрисы Пожалуйста Вопросы к папе Принят ли это он? У меня есть такая мечта Если хотите, расскажу о своей мечте С удовольствием Я бы очень хотела Создать школу Для девочек-подростков Начиная с 13 лет Где они бы могли 5 лет обучаться Школа И получать параллельно Много разных А-ля профессий Например, макияж Волосы То есть, чтобы Вы давали сразу сертификаты Когда они это проходят То есть, вы хотите делать Молодых девушек Сразу красавицами Чтобы они понимали Как за собой следить Ухаживать И подавать Дисциплинированных красавиц Потому что я вообще За то, что женщина Дисциплинированных красавиц Для семьи Женщина должна быть Дисциплинированной Не знаю Это мое такое мнение Такой институт Смольный институт Таких благородных девиц Да Потом, на самом деле Они могут С 18 лет Просто выходить замуж И параллельно Учиться Женщина готовит Да, на самом деле Да Есть такое желание Вот у меня есть такая мечта Просто готовить женщин Которая в итоге Рожая детей Например, находясь в семье Через какой-то период Могла бы не просто Оставаться в пустоте Потому что У нас сейчас Такая ситуация происходит Если мы рожаем детей И садимся дома в семье То больше мы никуда Не можем себя применить Либо уходит время Либо ты не набираешь Своего карьерного роста Пока сидишь дома Либо у тебя просто Пропадает опыт Либо ты просто Все забываешь Разные процессы бывают А здесь просто У девушки уже был бы Определенный набор знаний Или набор образований Я бы даже так сказала Вы даже здесь Только научатся укладывать Волосы и макияж делать Нет, не только волосы То есть это были бы Спортивные мероприятия Это были бы И, ну, поскольку Это время школы Я не беру время университета Иначе это был бы уже университет А именно время школы То есть на самом деле Этот институт несет Такую направленность Как в Москве Очень тяжело сейчас Заниматься детьми 24 часа в сутки Если мама одна Или мама и папа работают Зарабатывают на образование ребенка То есть это время Такой институт Где девочки могли бы жить Неделю Ну, до выходных И там заниматься всем То есть там были бы языки И девочка бы выходила Я думаю, с пятью языками Прежде всего у девочки Здоровье Ну, какие-то внешние данные Я имею в виду Просто физические даже Да Вот Давайте к этому Да Хорошая тема Потому что здоровье Моделей Это первое, да? Вот эти анарексичные стандарты Женской красоты Еда сводится к яблоку Кефиру Стакану воды Сока Журналы И телевидение Вот что делать? Вы таких же хотите воспитывать? Нет 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 Наоборот, женщины Которые знают, чего они хотят И знают, что у них есть стабильность Которую они могут применять В то же время вы готовите их замуж Стабильность замужем? Даже нет Каждый выберет себе сама Опять-таки Благодаря семье Благодаря Если они идут в университет Потом дальше Просто у меня задача следующая Не в том, чтобы свернуть мозг ребенку И сказать Нет, ты должна быть красавицей И идти в конкурс красоты Нет А сделать из девушки Потому что в 13 лет Они уже сейчас начинают становиться девушками Такими хоть и маленькими Потому что я знаю примеры С 13 лет уже моделями работают Вот именно правильно направлять Что не только есть подиум Есть образование Можно получать серьезное образование И при этом хорошо выглядеть Потому что у нас очень серьезное деление Если ты модель То ты просто красивая Ешь яблоко И бегаешь по Москве А если ты уходишь в науку То причесываться уже не обязательно Вот этот момент хочется как-то вот Подкорректировать Да, подкорректировать Вы только красивый будете брать свою школу? Нет Нет Критерии только вот серьезные Это здоровье Физические данные То есть никаких серьезных отклонений Со здоровьем Вы психический подклонен Вы будете выправлять? Ну да Селекция такая? Да Вы не боитесь этого? Нет В Венесуэле такая школа существует уже очень много лет В Венесуэлле? Очень много лет И в Венесуэлке сейчас все-таки и по здоровью И по внешним данным И по образованию Самые лучшие Я бы сказала Жены на свете Потому что это девушки Со мной на Мисс Европе Участвовала девушка Она была Представляла Германию Мама у нее была Русская Отец из Венесуэлы То есть Жили они в Венесуэле Ну потом уже переехали в Германию Но Она проходила такую школу Она знала 7 языков У нее было настолько серьезное образование Что В принципе По сравнению со мной Да Она может применить себя где угодно В любой стране Потому что она знает столько языков Она знает такие знания Которые мне никто никогда не мог дать Просто у меня на это не было времени И такой школы На самом деле Для меня это актуальная тема Почему? Потому что Рождаются дети Вроде бы семья Так долго завоевывала своего мужа И была такой красивой Замечательной И прекрасной Что превращается И происходит потом Через 5 лет Через 5-6 Там 3 года А девушка одевает на себя Домашний костюм Волосы в пучок Ну и уже все остальное Уже не обязательно Ну и что? Слушайте Ну и что? Ну она же живет Она же живая Она может чувствовать себя И одеваться так Как она себя сейчас чувствует Понимаете? А если он Не принимает свою жену С пучком И в тапочках То тогда это не ее проблема На самом деле Но полюбил-то он изначально Какую? Ну хорошо Но он же ее полюбил Полюбил, да Ну Понимаете? Эстетика Мужчин Я здесь хочу вступить Просто в защиту мужчин Им же тоже хочется Видеть рядом с собой королеву Существует такое правило Что мужчина в 45 лет Делает такой апгрейд Своим женам Знаете, да? Да То есть вот на смену Жене, которая прошла с ним Там все огонь и воду Медные трубы Воспитала, родила детей Везла на себе его карьеру Он ей говорит До свидос, дорогая И вот мы вернулись К домашнему костюму Вот поэтому идет До свидос, дорогая Ох, не знаю Видела я этих жен Они картинки Очень много Мы на самом деле В браке становимся жесткими И это и я прохожу То есть вы считаете Что это женщина С вами виновата? Я, ну, для себя Я считаю, что В моем, да, случае Я не знаю В остальных Как все происходит Но я стала жестче Я То есть То внимание Которое я уделяла ему Тогда, когда все начиналось Все куда-то исчезло И я больше требую Мне надо, чтобы он поставил Ребенка так, как мне надо А делать так, как мне надо Я уже забываю делать ему скидки На то, что он просто что-то не знает И не умеет Мне кажется, он должен знать Ровно столько, сколько знаю я И от этого происходят конфликты То есть мужчина в какой-то момент И понимает, что он не может подойти И обнять ту свою маленькую мышку Которая у него была до семьи Да, мышка уже повзрослела Мышка уже просто превратилась в слона Рвет и мечет по любому вопросу Сходи в магазин Сделай это А ты опять не принес это А почему моя машина не там А почему не тут А почему ты не сделала это И таких вопросов огромное количество Если каждая женщина Будет задумываться об этом И когда я задумываюсь Что получается, не задавать вопросов Не задавать вот этих вопросов Ничего не требовать Ничего Просить Научиться просить Просить Именно Вы образование хотите давать своим детям И одновременно просить научить Просить В диалоге Дорогой И находить компромисс Дорогой, ты можешь отвезти наших детей Утром в садик И это просто обсуждается И потихонечко подводить Если он не хочет совсем упираться Возить детей в садик Хорошо, выстроить график С утра я, вечером ты Сколько бриллиантов в вашей короне? Я знаю, что четыре изумруда Четыре или пять изумрудов В такой рогатой короне Мисс Европа Она рогатая почему-то И там были, по-моему, четыре Надо посчитать на фотографии Сколько ее было всего Пять или четыре Как-то так Изумруды Но стоила она около миллиона евро Я так думала О карьере актрисы Вы не задумывались никогда? Мне это интересно Но все будет зависеть от предложений Я бы попробовала Как вы поддерживаете физическую форму? Рот заклеиваю скотчем Прыгаю, бегаю с детьми И просто активный образ жизни Вас можно назвать хозяйкой своей судьбы? Да На сто процентов Я просто живу в своем Каком-то, наверное, да Безоблачном таком мире Где я стараюсь его сделать все лучше Лучше, лучше Чтобы он был более Каким-то сладким вокруг для меня Окружающих Конечно, я понимаю Не все работает То есть не всегда Вот это вот сладкое Прекрасное Мое видение Подходит всем Поэтому я учусь сейчас Конечно, я понимаю Что, да, в силу возраста Я учусь сейчас принимать То, что происходит Например, с близкими И то Ту правоту Которая касается только их Ну и становлюсь мудрее То есть раньше Меня возмущал вопрос Когда кто-то говорил что-то Я не могу это сделать Теперь я могу кивнуть И сказать Чем я могу тебя поддержать? Что сделать Чтобы ты вот это мог Или могла? Что будет с вами в 45 лет? Успешное Красивое И уже пятеро детей Ну что ж Если вы этого хотите Мы от всей души Вам этого желаем Спасибо Спасибо вам, Света Что вы пришли Спасибо, что вы были откровенны Спасибо У нас была в гостях Королева красоты Мисс России Мисс Европы 2002 Светлана Королева Счастливо И пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok